Группы, которые закидывают всякие сплетни Тебе не обидно, что о тебе так говорят? Мне так обидно, вы не представляете просто как Карьера певицы ставит крест на твою личную жизнь Все певицы не замужние, не бездетные Я очень высокомерна Кто хочет меня облить грязью, ему для этого повод не нужен Ты тварь, ты гнида Здрасте тебе! Подставка какая-то, что ли, тебе кто-то заплатил сейчас? Какое у нее самое любимое блюдо? Пишем в комментариях под этим видео И первый, кто угадает Получит вот эти замечательные сирожки Простите, пожалуйста Итак, друзья, это очередной подкаст И снова к этому подкасту я не готовился Я решил, что не нужно готовиться У меня сегодня в гостях Айша Привет! Привет! Айша, вот так как я не готовился Нет, это же наоборот прикольнее, когда не готова В принципе, да Поговорим о жизни, поговорим о тебе Это у нас не интервью, но немножко в рамках интервью Тоже разговор пройдет Давай немного о тебе поговорим Ты у нас певица В инстаграме, кстати, ну где-то вот тут будет ее инстаграм В инстаграме ты Айша Стар Да Вот почему Стар? Ты знаешь, это вот так, как бы не банально это было Я изначально в инстаграме была записана по фамилии имени Айша Гаджиева И когда меня объявляли уже на концертах, тоже постоянно так же Айша Гаджиева А мой сценический псевдоним это просто Айша И чтобы не шла такая ассоциация, я решила выбрать себе какой-то другой ник, поменять в инстаграме Надо было звезда Нет, ну это, я не вот с таким вот расчетом, реально, я как-то об этом даже не думала Я смотрела, все были какие-то официалы, все официальные очень Потом мьюзик уже тоже у многих был занят, и сингер это тоже было Я думаю, ну как-то хочется же отличиться Я думала, скромно назову себя звездой И вот как-то нескромно получилось Понятно Ну в общем, короны на голове нет? Нет А у меня дома лежит Дома лежит? Ну смотри Ну а у меня действительно лежит дома Серьезно, есть корона Ну как, я же победительница конкурса Красоты? Да Ты победительница? Корону мне вручили Нет, конкурс красоты, Мисс Россия или что? Нет, не Мисс Россия, Краса Кавказ Краса Кавказ А, кстати, да, у тебя это написано и в инстаграме Чтобы не забывали Краса Кавказа, в чем заключался конкурс, что ты должна просто ходить, как и на любом другом конкурсе красоты И выполнить какие-то задания? Нет, ну красота же не только в ходьбе заключается Там, конечно, были различные конкурсы и творческие конкурсы были Что ты должна была делать? На тот момент, когда проходил конкурс, я еще была участницей группы Изначально же моя карьера началась с участия в трио, состоящее из трех девочек Какая группа называлась? Сакура Ух ты, не слышу И там вот на конкурсе в первый раз я сольно исполнила песню И не стала далеко уходить от своего творчества А когда был выбор, что именно представлять на этом творческом конкурсе Я решила, ну а почему бы и нет, и не спеть одной И как-то мне понравилось так, что я уже третий год работаю сольно Понятно Ты работаешь с продюсером? Да, я работаю с продюсером Назови два-три плюса-минуса работы с продюсером Честно, я не могу назвать минусов, но это действительно так Конечно, у многих встает вопрос, это самый первый вопрос Как вы делите гонорары? Давай, рассказывай Да Но так как продюсер вкладывает не то, что больше, а всю финансовую часть в свой проект То естественно и процент больше идет ему Но я считаю, что на данный момент я не представляю работу без продюсера Это может быть когда-то лет 10 назад Когда очень мало артистов работали, действительно были чем-то проектом Можно было как-то самим продвигаться А сейчас, мне кажется, это очень нелегко И в чем огромный плюс? Все какую-то главную работу на себя берет продюсер И он всегда подумает о том, где артист должен быть представлен То есть ты не должен об этом заморачиваться, как бы о таких вещах Это кажется так на первый взгляд, что это мелочь Но когда артист работает сам, ему очень тяжело И многие певцы, певицы, которые уже очень много лет на сцене И когда они видят уже своих коллег, которые работают с продюсерами Они понимают даже в какой-то степени такая Ну как может зависть правильно будет? Ну такая чистая, белая Что как хорошо, что вот эти все организационные моменты решаются продюсером Ты об этом не думаешь Ты занимаешься чисто творчеством Все силы твои уходят туда Вообще многие считают, что если ты работаешь с продюсером, то ты с ним спишь Нет, мы спим отдельно, каждый у себя дома Каждый у себя дома Но слухи, наверное, какие-нибудь такие за тобой по пятам идут или нет Просто ты же знаешь, ты прекрасно понимаешь, что у нас в республике Да и вообще, в принципе, наверное, во всей России Певица это немного такая, ну как бы сказать, легкомысленная Непорядочный человек Ну как, непорядочный в плане какой-то сексуальной жизни Я не хочу сказать, что я за тебя слышал что-то плохое Не говори, если не хочешь Я этого не слышал, но я уверен, что где-то слышала ты Ну это же стереотип Это стереотип Давай будем его развеивать, развенчивать и вообще избавляться от него Я вообще считаю, ты знаешь, вот по этому поводу конкретно Не потому, что вот певица там обязательно должна Какая-то связь должна быть не только рабочая между Ей и продюсером Ну, понятно, да Ну это такое вот, с чего вообще Почему решили так? Вот я не понимаю, почему вообще певица это какой-то такой Если это есть у человека в душе, неважно, кем он работает Понимаешь, можно быть и официанткой, и библиотекаршей, и учительницей Но при этом вести какую-то не очень приличную, да, жизнь личную Это же зависит не от работы Может быть Но тебе не обидно? Тебе не обидно, что о тебе так говорят? Мне так обидно, вы не представляете просто как От того, что человек публичный, это не значит, что он Плохой Плохой, мягко говоря Ну смотри, ты певица Певица, живущая на Кавказе А у нас как принято? Ну, вообще по-хорошему, не только у нас Мне кажется, в нормальном обществе Наверное, я немного старомоден Женщина все-таки, она хранитель очага Она та, которая находится в семье Оберегает, защищает детей, поддерживает мужа и так далее Ты же понимаешь, что, относясь Даже если ты прям приличный человек И у тебя никаких косяков в этом смысле нет Ну, а тебе будут так думать И тебе будет тяжело выйти замуж Ну, вот ты не задумывался Не хочется детей, семейной жизни Ну, мне, конечно, хочется детей А ты не задумывалась, что это будет тяжело? Ну, так хорошо, что ушел тапка А кем? Они приехали А, деньги возьмешь потом? Говорить? Да Да Я, безусловно Это какой-то свой отпечаток на личной жизни оставляет Но ты готова этим жертвовать? Нет? А почему жертвовать? Ну, что, ты хочешь сказать? У нас все певицы незамужние, бездетные Основная часть разведенные Почему? Но основная часть Это не конкретно певиц? Нет, я знаю просто очень много певиц Которые были замужем По каким-то причинам развились Нет, у нас как происходит? У нас пела девушка Поет, поет, поет Потом выходит замуж Перестала петь Перестала петь Потом почему-то Да, я опять запела Нет, я также тебе могу привести Очень много примеров Просто обычных девушек Которые разведены Это как-то, наверное, на слуху Потому что это публичный человек И чаще всего, наверное, об этом говорят И поэтому все об этом знают Что человек, там, девушка разведена Ну, не знаю Может быть, ты вправ в какой-то степени Так, друзья, сейчас, секунду Сейчас, к нам приехала пицца Он поднимается Мы сейчас, я денежку вытащу В общем, друзья, к нам приехала пицца Мы просто очень голодные И не стали прерваться на поедание этой пиццы И будем прямо сразу общаться и кушать Если беременные у кадра, мы это, извиняемся Простите, пожалуйста Вкусная пицца, да? Да, ничего Ты умеешь готовить? Да Да? Картошка жареная Все, на этом все кулина Нет, на этом не все И яичку на все Еще что? Могу разморозить что-то, да? И в микроволновке Это же тоже труд Нет, я умею готовить Просто как-то не часто, очень редко готовлю Потому что Мама готовит Мама готовит Ты же с родителями? Да, конечно Сколько ты еще намерена жить с родителями? Ну это как получится Ну мне неплохо, могу тебе сказать Женихов нет? Нет у меня Потому что Нет женихов Потому что я певица Может потому что певица Ну я так не думаю Мы остановились на том Что ты говорил Что вот Больше всего разводов Я извиняюсь То, что я ем И разговариваю Но видите Как приходит Не извиняюсь Я уверен Там половина Тоже ест Ест, да И смотрит Ну я говорила О том Что я так не считаю Потому что Сейчас вообще Очень большая статистика Разводов И наверное Я не считаю Что вот Карьера певицы Ставит крест На твоей личной жизни Можно все совмещать При большом желании Если оно у тебя действительно есть Это нужно Это нужно найти Такого человека А почему бы не найти? А что это? А какой такой человек? Это какой-то особенный человек? Что? Что здесь? Нет, это не особенный человек Это человек Который будет Захочет смириться С чем? С тем, что ты выезжаешь На свадьбы На концерты На корпоративы На тебя смотрят Глазеют И? И кто-то Ну уверен Наверное были такие случаи Там пытается Ну я не знаю Не хочу я это говорить Так прям жестко Ну замутить пытается с тобой Там где-то там За талию схватил Где-то что? Хорошо Я тебе скажу так же Ты так же выходишь На работу Каждый день В какую-то там Крупную фирму Компанию Где тоже Очень много сотрудников И так же люди На тебя смотрят Так мы начали с того Что певица В глазах Наших людей Это Такая Легкодоступная женщина Я вот Исходя из этого Говорю Я не говорю Что ты такая Я спрашиваю Действительно Так считаете Да? Ну Я не считаю Это может быть Знаешь Лет 50 назад Так относились Прям совсем Грубо Но сейчас Наверное Это тоже Как профессия Ничего нет Даже Хорошо Я иду на свадьбу Я пою там песни На меня смотрят люди Мне никто не пытается Как ты Хотел сейчас Пример Привести Обнять Схватить за талию И так далее Тому подобное Во-первых Потому что я Не хожу на свадьбу Одна Я всегда В сопровождении И мы же все-таки Живем в цивильном обществе Я не знаю Я же иду На какую-то там Гулянку Давай поговорим Не о действиях Тогда людей А о их мыслях Я все-таки парень И я знаю Много людей Которые Да вот она И даже если Ничего не было Да я с ней Понимаешь Или я за нее знаю Вот тут Какие-то такие вещи Особенно если Это красивая девушка Даже не певица За нее слухов много А если это еще и певица Это какое-то Я не знаю Климо Просто застрелить Да И понимаешь У нас вот В наше время Вот сейчас запрещают Концерты И так далее Начали они С Егора Крида Мне Вот я скажу свое мнение Я это не раз говорил Мне вообще по барабану Эти клубы Концерты Я в клубы не хожу На концерты не хожу И что они есть Что их нет Понимаете Человек который Хочет туда пойти Он пойдет Не в этой республике Так Поедет куда-нибудь Да Вот здесь у него Прям такая тяга И так как мне по барабану Я туда не хожу Я не хочу Долго говорить На эту тему Но Начали с Егора Крида Могут Продолжить И местными артистами И если Схватиться же нужно За Ну В ихнем понимании Немножко вульгарную девушку Вот Значит Если они так думают Ты для них Тоже являешься Какой-то Вульгарной певицей Получается так Логика ведь Я правильно все говорю Не зря ведь говорят Значит думают Я не говорю Что это так Не зря говорят Потому что думают А не потому что Ты такой являешься Да Вот И И рано или поздно Горячие головы Могут взяться За Таких Певиц И Я просто хочу тебя спросить Вот Мы идем в правильном направлении Не боишься ли ты И это тоже Нет Ну смотри Вот по поводу Концертов И их отмены То же дело Не в том Что это концерт И вот там Поются песни Запрежье не в этом А в том Что тут Дело в артисте И в том Какой у него репертуар В том Что В его репертуаре Присутствует Нецензурная лексика Естественно На концерт приходит Очень много Молодежи Подростковой молодежи И конечно Как бы не хотелось Чтобы Вот такая Музыка Развращала Нашу молодежь Развращала Нашу молодежь Хорошо Но Я могу сказать Вот По поводу того Что Отменили концерт С таким вот Шумом Разгромом Все это же Можно было сделать И культурно Можно было Я знаешь Просто к чему веду К тому что Вот Виноваты Слова в песне Сейчас Ну Следующая ступень Это Виновата Внешность Виноваты Виноваты Стереотипы Ты не думаешь Что вот По ступени Все пойдет Все хуже 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 Или лучше Лучше Смотря как Да Я не думаю так Но мы же не Неандертальцы Чтобы мы Уходили вспять Мы же развиваемся Ты считаешь Что не потеряно Наше общество Что прям Будут все запрещать Я не считаю Что наше общество Потеряно В нашем обществе Очень много Образованных Культурных Развивающихся Людей Сейчас все посчитают Что я так считаю Что наше общество Потеряно Ну считайте Как хотите Ты говорила О том Что вот Парни Даже Видя красивую Девушку Не то чтобы Певец А просто Красивая девушка Начинает Распускать О ней слухи Именно Распускать Не Говорят Правду На самом деле А придумывают Даже если Там чего-то Не было Но согласись Достойный Парень Этого же Не сделает Нет Понимаешь Мы Сейчас Упираемся Больше в соцсети Все таки Наверное Вот вся движуха Происходит В инстаграме В первую очередь Там ведь Сидят Не взрослые Мужчины Там сидит Молодежь 14-16 лет Которая еще Не сформировалась Если какой-то В их глазах Уважаемый человек Что-то говорит Вот Они идут за ним Это нормально В принципе Это неплохо Раз человек Заработал Какой-то авторитет И Его слушают Это Ну значит Он молодец Он этого добился Он это сделал Своим Примером Каким-то Что-то показывает Но Опять-таки Каждый Ведь понимает По мере Своей испорченности Да И Идут Всякие Вот эти Угрозы И артистам И там Кому бы то ни было Даже вот Элементарно Ты можешь Что-то В легкой форме Критиковать Выложить 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 Какая-нибудь Там Большая группа Которые сидят Эти малолетки И тебя разнесут И будут говорить Мы тебя убьем Мы тебя найдем Это ненормально Я считаю Это ненормально Вот я боюсь Я рад Что у нас За нравственность Но я боюсь Что мы будем Катиться Вот именно К этому К тому Что вот У нас все говорят Мы мусульмане И Агрессия Я хочу сказать Больше Я материться Не хочу Но я сбежу В одном сообщении Я тебя Убью Иншалла Понимаешь Вот когда ты видишь Вот это А тут пип будет Тут пип Обязательно будет Но есть Есть такое Вот за это Я боюсь Это двойные стандарты Почему у нас так Почему самые добрые И самые злые люди В Дагестане Я не понимаю Ты знаешь Когда тебя за то Что ты действительно Певица За то что ты работала Моделью Могут говорить О твоей личной жизни Такое Что у тебя просто Я не знаю Уши отваливаются От услышанного За что Чем я это заслужила Тем что я просто Спела песню Для вас Это не говорит Ни о каких Моих Качествах О том Какой я человек Люди должны понимать Что сценический образ Это сценический образ Что в жизни Может быть Человек совсем другим А ты другой человек В жизни В отличие от сцены Я думаю Что да Вообще Тот стереотип Который мнение Которое обо мне Сложилось у людей И каким человеком Я являюсь Рассказывай Какое сложилось Ну это вообще Два разных человека Что о тебе думает Ну в первую очередь Конечно же Во главе стоит То что я Певица Ну певиц много Ну Видимо ты яркая Раз раза тебе Видимо очень яркая Ну ты же стар Айша стар Да я же да Во вторых Люди считают Что я очень Высокомерна И в третьих Что я Обо мне тоже такое говорят Хотя не знаю Откуда это Откуда Мы всегда удивляемся Когда о нас говорят Это плохо Но с другой стороны Может быть действительно В нас это есть В тебе Во мне Ну я Совершенно так не считаю Очень простой человек Очень Может быть в каких-то моментах И с какими-то людьми Я вела себя Высокомерно Но наверное Это лишь потому Что они этого заслужили Хорошо Откроем твой инстаграм Ай в третьих Я не договорила И о том Что я Очень глупа Очень глупа Нет Я уже понял Что ты не глупая девушка Но откроем твой инстаграм И в твоем инстаграме Сейчас Какие-то фотографии Появятся на экране И вот смотришь Вот так И думаешь Реально корона на голове Она реально Такая понтушка И вот такая Высокомерная Может быть Нужно быть ближе К народу Через даже Тот же инстаграм Или все-таки Нужно выстраивать Этот образ С продюсером И так далее Смотри Здесь Чуть Разная степень Как можно сказать Про инстаграм Например Если это просто блогер Он действительно Должен быть проще И ближе к народу А я же артист У меня Есть какой-то Образ Он Буквально говоря Рабочий образ Это не моя Какая-то личная жизнь Не моя личная жизнь За кадром Не всегда Я выкладываю Какие-то Профессиональные Фотографии Фотосессии Профессиональные Видео со съемок И часто бывает В моем Инстаграме Какие-то личные Обычные фотографии Где просто В кепке С капюшоном На голове В кедах На вот такой шпильке И это Наверное Тоже Должно как-то Менять Мнение обо мне Люди же Должны понимать Что это моя работа И Это не говорит Возможно Да Возможно Мы Судим так О том Что мы видим Правильно Наше мнение Складывается Ну это же артист Хорошо Вот у меня сейчас Я так задумался Хоть я тоже недалек Вот от Всего вот этого От сцены И так далее Но почему Так заведено На вообще Российской эстраде Что Артист Должен быть Должен из себя Строить Кого-то Скажем так Вот я Да я Там Я Айша Стар Или я Или вот такие вот Фотографии Так Почему Артист Не может Быть проще Потому что Наверное Не ходят люди Не смотрят Не обращают Внимания Это простой Вокруг тебя Каждый день Море простых людей Что-то же должно Наверное Твой глаз Цеплять На чем-то Останавливаться Кого-то тебе должно Хотеться Обсудить Расплетничать Ты кушай Ты кушай Ты голодная Я тоже Понимаешь Артист Он работает Для того Чтобы поднимать Людям настроение Грубо говоря Радовать Их глаз Для этого Он тоже Наверное Выглядит Соответствующе То есть Именно Вот в этом Заключается Вот эта Пафосность Я не считаю себя Пафосной Остальные Считать Ты-то можешь Себя считать Кем угодно Хоть мессией Но Но Понимаешь Главное То что Думают о тебе Ну как главное Не главное Для нас А Главное Для вот Этого Образа Я могу тебе Сказать Что иногда Хорошо Что во мне Так люди думают Что в этом Хороших Потому что Чаще всего Простоту Воспринимают За слабость И доброту Это не всегда Приносит тебе Пользу Ну смотри Я не хочу Чтобы Добро И простота Они в одном ряду Стояли Потому что Ты можешь быть Очень простым Но не добрым Злым Вот Поэтому Вот именно Я говорю о простоте Не о том Что ты вот Весь добрый Такой Всех Пытаешься понять И люди пользуются Этим А именно Просто Вот Что Чтобы Тебе не думали Как о суке Что мне для этого сделать Чтобы они так не думали Ну вот Ты вообще хочешь Что-то делать Я стараюсь Это делать Сука Друзья Это литературное слово Нечего сейчас Ну Дебила хватает Поэтому Поясню Конечно Да Я не могу есть И говорить Сделаем паузу Небольшую Небольшая Паузу Для вас Три секунды Буквально В общем Мы Для чего мы останавливались Чтобы перекусить Да Мы поели Друзья Спасибо Перекусили Было вкусно Давай вернемся К твоей личной жизни Давай Ты так обрадовал Сейчас Да Вообще Мы всегда рады Когда Нашу личную жизнь Обсуждают Я вообще Не люблю говорить О своей личной жизни Но о твоей поговорить хочу О твоей Почему нет О моей не будем Ты у нас сегодня Гость Поэтому Все лавры тебе В общем Личная жизнь Вот ты говоришь Она у тебя пока никакая В плане Нет Я в плане Одна Жениха нет Нет Никакая Свататься Не ходят Вообще Никогда В жизни Никто не ходит Не серьезно Конечно Почему Ты так говоришь Конечно Ты красивая девушка Хорошо поешь Почему не ходит Ну я шутила А когда шучу надо говоришь Ты шутит Да-да-да Я тупой Я не понимаю Люди тоже Даже я сейчас не понял Ну во-первых Как ты уже ранее поднимал эту тему Что певице тяжело найти вторую половину Потому что мужчина Ну ты так говорил Как-то так смириться Как будто я не знаю Ну это я сказал Кто-то согласится Кто-то нет Ты не согласна Я совершенно не согласна Почему из певицы Не может быть такая же хорошая жена И хорошая мама У нас достаточно Очень много примеров На нашей эстраде На российской эстраде Да бог с ним с примерами Ты о себе Давай Давай не будем других обсуждать Вот есть ты Айша Гаджиева Нет никого больше Нет никого больше И поэтому Как ты себя видишь Какую свою личную жизнь Я скажу тебе сразу Я не откажусь От своей работы От своей певческой карьеры Ради личной жизни Потому что Во-первых Это мужчина должен быть Это ненормально я считаю А что здесь ненормально? Подожди Если у тебя стоит выбор Либо я пою Либо я Ненормально Воспитываю детей Нет смотри Ненормально Это когда мужчина Который не приемлет Этого всего Выбирает себе Спутницу Певицу Вот это ненормально Нет Если тебя поставят Вот смотри Он выбрал тебя Не как певицу А вот как человек Ну вот если я изначально Так не может быть Если тебе человек нравится Он тебе будет нравиться Нет Нет смотри Вот я тебя не знаю Например Вот возьмем нас с тобой Я тебя Вообще Первый раз вижу Не считая инстаграм Я тебя Представлял для себя Каким-то другим человеком Ну у меня сразу были Какие-то стереотипы Сказывались Либо что-то я увидел Сейчас вот я вижу Ты мне нравишься Как человек Допустим Она мне нравится Как человек Допустим А может не нравится А может врет А может вру Ну смотри Мы допускаем Такую ситуацию Ты мне очень сильно Понравилась И внешне И внешне ты красотка Допустим Вот Это неправда Вот Просто вдруг корону опять оденет Надо снять И вот Все Меня в тебе устраивает Ну че ты побери Я пою Ну че ты побери Ты поешь И что? Но я не хочу с этим смириться Я хочу Вот смотри Я хочу тебя добиться Как человека Потому что ты меня как человек Очень импонируешь Дальше Допустим Допустим Дальше Дальше Мы с тобой уже Будем это обсуждать И если у нас Внеземная любовь Неужели ты выберешь Все-таки сцену? Ну если человек Так сильно меня любит Он не поставит Передо мной такой выбор Ну допустим Я воспитан в таких традициях У меня родственники Ну мало ли что Если ты так любишь Ты поменяешься А все-таки я должен меняться А не ты Но ты же мужчина Круто Да Я мужчина Я должен меняться Да Понятно В общем ты не пойдешь Ни на какие жертвы Ты не должен меняться Ты должен брать Как бы все в свои руки Смириться Ну получается смириться Зачем такое страшное слово Смириться Как будто Каким образом На казнь ведут человека И найти Каким образом Найти на какие-то Не знаю Какой-то лояльный выход Из этого положения Ну удобный для тебя Удобный для всех Нет Почему Тут есть два выбора Либо ты поешь Либо нет А вообще Мужчине Если не нравится То что я пою Допустим мне Ну что Изначально Он не может Допустить себе Какие-то чувства Ко мне Потому что Я уже изначально Мы не нравлюсь Потому что Я пою Так я же Не говорю То что Вот ты поешь И ты От этого становишься Плохим человеком Нет Человеку замечательно Я не соглашусь Ты не соглашусь Мы пришли к этому Сцена Главнее Важнее С личной жизни А что Для меня главнее Чтобы человек Который будет рядом Со мной Он уважал Мою жизнь Так он все уважает Кроме вот этого То что я люблю То что мне нравится Я все уважаю Но это мне не нравится И мою работу Вот твоя работа Мне не нравится Вот я тебя люблю И принимаю Такая катерина Но не работа Ты подстава какая-то Что это Те кто заплатил Сейчас Почему Нет Мне это интересно Я хочу просто понять Я не брошу Нет 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 Все таки Сегодня он скажет Откажись от работы А завтра ему не понравится Как моя мама На него посмотрела Нет Нет Завтра ему не понравится Как моя мама посмотрела Он тебе расписку напишет И он не разрешит мне Идти к маме в гости Он тебе вот Ты договор подпишешь Что все ему нравится Мне не должно быть никаких запретов Я знаешь как смотрю на семейную пару Это два человека Которые друг для друга Являются партнерами Друзьями Которые поддерживают друг друга Они что-то запрещают И ставят свои какие-то ультиматумы Говорят Вот мне это не нравится Давай перестань Этим заниматься Я старомодный Я старый Все Мы пришли к тому Что все-таки А что в этом плохого В том, что я так считаю Нет, ничего плохого в этом нет Ты считаешь так Я считаю так Даже если я певица Может быть мой муж таким счастливым Может быть ни одна там учительница Не будет к самому же так относиться Как к я певица Я же про это ничего не говорю Нет, ты говоришь про то, что Я говорю, что у нас все идеально с тобой Но мне не нравится, что ты поешь Понимаешь И ты не хочешь от этого отказываться Ради семейного благополучия Ради детей Ради меня Ради вообще Обычной, простой, человеческой жизни Не надо сейчас с детьми спекулировать Я не спекулирую с детьми Я просто для этой жизни На самом деле так оно и есть Например Например Твои дети Твои дети будут воспитываться В такой среде Где их будут стыдить За то, что ихняя мать певица Здрасте тебе Ничего себе, поехали Может быть такое А может же быть такое А за что? Я что-то не вижу А мы говорили изначально Стереотипы Стереотипы в чем? Хорошо Это на каком-то изначальном этапе Бывает стереотип Но своим-то поведением И своим отношением А что, ты всем доказывать? Окружаем я не собираюсь никому доказывать Но это же видно, какой я человек И я не собираюсь никому что-то доказывать Кто хочет меня облить грязью Ему для этого повод не нужен Он всегда найдет А кто не хочет Он меня всегда оправдает И будет за меня И тем более Если я это буду подкреплять Своим поведением и отношением Я тебя услышу Ну то, что ты сейчас сказал Твоих детей будут Стыдить, да? Что их мама певица Ну ты так говоришь Буквально опустил профессию Я ничего не опускаю Я ставлю примеры Нет, ты опустил Стыдить можно Стыдить можно за то, как твоя мама проститутка Как я могу опускать Когда я сам этим занимаюсь По сути, я пою Я веду Я, если кто-то не знает Я ведущий мероприятий Так твои дети тоже? Привет Хорошо, хорошо Я это я Ну вот я по этому тебя спрашиваю Я же не говорю, что именно твоих А моих нет, понимаешь? А твои-то нормально тогда И моих тоже могут Они есть вот в одну школу Могут Нет, мы в разных городах живем Это же глупо, согласись Вот я просто тебя спрашиваю Это же глупо За что, представляете? За то, что я пою? А многие так думают Я же не говорю свои мысли И не с Бог ты барахт Сейчас я это все говорю Так оно есть ведь? Ну это самая большая Человеческая глупость, понимаешь? Мы живем Что от того, что мы живем в Дагестане Объясните мне Ну что это меняет? Много Хорошо, я буду учительницей И гулять налево-направо Так нормально будет? Зато об этом никто не будет знать Вот это самое главное Никто не подумает про меня Вот это главное Получается, да? Это двойные стандарты называется У нас всегда бывают двойные стандарты Понимаешь, когда люди Если ту грязь, которую за тобой никто не знает Это нормально Самое главное, чтобы никто не узнал Что за бред? Да, не пойман, не вор Да Мы еще немного Мы еще немного пообщались За кадром Не замечаете, не очень синяк под глазом? Да, 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 видите? Что-то красное тут Мы остановились на том, что это все глупо О том, что все несправедливо Это несправедливо, это глупо, но это правда жизни Ну, я не могу с тобой в этом не согласиться Что это правда жизни Это действительно так Очень обидно, что люди, не зная тебя Могут позволять себе Могут позволять себе говорить не о каких-то даже доводах Не додумывать, не придумывать что-то А говорить о каких-то вещах Несущих очень серьезную информацию Говорить о том, что это правда Вы не знаете, как человек это воспримет Понимаешь, нам с тобой как-то вот Мы уже в этой сфере работаем Мы уже к этому привыкли Я сейчас не говорю именно о нашей сфере Артисты, певцы, тамадаты Мы уже к этому привыкли Мы не обращаем на это внимание Потому что ты знаешь сказать, что ты, блин, там Как поздороваться Если читать все это в комментариях И с каждым спорить, и на это реагировать То никаких нервов не хватит Но люди должны отдавать себе отчет о том Что как другой человек, попавший в эту ситуацию Перенесет вот это все Не готовы к этой публичности Очень у нас сейчас развиваются вот такие группы Которые закидывают всякие сплетни Там склеивают вот эти ролики Лишь бы набрать себе подписчиков и лайков Часто героями этих роликов бывают публичные люди А часто нет, просто человек И тем самым вы не задумываетесь о том Что вы можете испортить жизнь этому человеку А таких случаев очень много Очень много Вы не задумываетесь о том Какие это последствия может принести Чем что-то сказать Чем что-то сделать Сто раз подумайте Не разбрасывайтесь словами Не надо ни на кого клеветать Это очень некрасиво Если каждый будет следить за собой Каждый будет заниматься своим самовоспитанием Своим развитием И помогать другому человеку Если он попросит И если есть у него желание То будет намного больше эффекта и пользы Чем то, чем вы занимаетесь Занимаетесь Ты считаешь, что это проблема Только нашей республики или в России в целом? Я не знаю, почему, с чем это связано Но часто вот такие какие-то публикации негативные Связаны только с нашей республикой С нашими людьми, с нашими национальностями Опять возвращаемся к тому, что самые добрые и самые злые люди живут в Дагестане Может быть, они злые Их жизнь сделала такими злыми? А чем лучше жизнь в других регионах? Я не знаю, почему Что у нас такого произошло? Ладно, если бы в Чечне, например Знаешь, обидно вот Что в инстаграме о нашей республике, о наших людях Чаще всего льется какая-то грязь А ведь есть и много положительных Да, если бы в Чечне, например После вот этих боевых действий Сказали бы, ну вот они жизнью озлоблены Так они добрее, чем мы А у нас что было? Ну были тоже там какие-то небольшие боевые Ну, считай, их не было Поэтому Меня удивляет, почему именно у нас в республике Вот таких людей много И я это замечаю Не потому, что я сижу только в наших пабликах Я сижу в разных И так далее Я вижу отношение к человеку И да, возможно, это вот эти 14-16-летние Необразованные подростки Но это не всегда они, я тебе скажу Очень часто я замечаю себя под публикациями Комментарии счастливых мам Счастливых жён Женская зависть А я не знаю, что это Может зависть, может нет Я не знаю, чем это оправдать Когда взрослый человек Который чуть ли тебе не матери годится Может позволить тебе Тебя оскорбить публично Так вот, откуда эти 16-летние берутся Теперь мы к этому обреку И при этом мы считаем, что он прав Что ты тварь, ты гнида Ну, это самое мягкое, что они пишут Но при этом он хороший А ты тварь Который не отвечаешь даже Не позволяешь себе В силу своей воспитанности Как-то опуститься на этот уровень Ну, я не знаю, почему так Я думала, что это только ко мне такая агрессия Но я чаще, часто стала замечать, смотреть Студировать комментарии, страницы своих коллег Там просто публичных людей И это везде так Многие говорят, что это зависть простая Ты думаешь, что это так? Ну, зависть, ну, я тоже позавидую там, допустим Позавидую человеку, но я не захочу То, чему я позавидовала, это забрать у человека Я захочу тоже что-то сделать Для того, чтобы это тоже у меня появилось Всегда же говорят, что зависть – это двигатель, прогресс В этом нет ничего, в принципе, плохого Если она белая Я не знаю, с чем это связано Мне очень жалко, что сейчас как-то Не хочу говорить вот эти слова Деградация общества идет Что люди так агрессивно настроены на все Они никогда не довольны Ты сам знаешь, наверное, по своим комментариям Нет, нет, у меня хорошие комментарии Мне в этом плане повезло Хорошо Не сиди тогда со мной, не заразишься Нет, я с Убаем сидел, ты чего? Не заразился? Это гораздо опаснее Нет, просто у меня немного позиция такая Я зову гостей Я немного отстраняюсь от этого человека В том плане, что я не поддерживаю, не осуждаю его Я просто задаю вопросы Ты просто тут ни при чем Я просто тут ни при чем Так, мы на самом деле Мы на самом деле Вокруг, да, около одной темы Кружимся, кружимся все время Как будто нам больше не о чем поговорить А поговорить есть о чем Но после небольшой паузы, друзья Или меня позвали сказать, потому что я не права Друзья, мы сейчас решили, что мы все время ходим вокруг до около одной темы А то, что мне обидно Да, да, так и есть Ну как-то вот у нас разговор именно вокруг этого сегодня пошел Поэтому давай немножко абстрагируемся от всего этого Давай поговорим о кино Ты сказала мне, что ты киноман даже Да Какие последние фильмы ты посмотрела? Так, из последних Не буду Я вот вчера смотрел «Зеленую книгу», наконец-то посмотрел А я не посмотрела «Зеленую книгу», потому что Я видела, что этот фильм завоевал Оскар Он у Оскара завоевал Актер, по-моему Актер? Актер и фильм, ну не знаю, там несколько номинаций Как-то я слышала какие-то отзывы не очень хорошие, что такой фильм нудный Нет, хороший фильм Нет, хороший фильм Мне понравился Я смотрела, ну не из последнего, не могу еще вспомнить, что из последнего Какой-то ужастик, по-моему, дурацкий, да А я смотрела, вот из тех, что я сейчас вспомнила, которые мне понравились Я оставила какое-то впечатление, это «Скрытые фигуры» Это фильм о расовой, ну как сказать, неравноценности, да? Неравноправии Неравноправии В США, в Соединенных Штатах Вот «Зеленая книга» про это же, в принципе, да Это сейчас мутная тема у них У них, их не афроамериканцы давят вот эту линию, что Как так? Как вы могли так, наверное, выступать, да? Да, и «Оскары» получают только Но вообще, я считаю, вот фильм «Черная пантера» получил «Оскар» Я считаю, ни за что просто Я не видела этот фильм Я видела, что какие-то номинации он забирает Это же фантастика, нет? Это фантастика, это марвеловский фильм Фильм, как фильм, он как по мотивам комиксов, он хороший Я вообще любитель комиксов, Marvel, DC Но вот, чтобы «Оскара» ему давать, там были более сильные фильмы Да Также номинировался там фильм, где снялась Леди Гага, как он называется? «Звезда родилась» А, «Звезда родилась» «Стар» Родилась как бы, я, «Борн», по-моему, да? Да, по-моему, «Борн» «Борн», да Я с таким желанием шла на этот фильм Он немножко меня разочаровал Единственное, что мне понравилось в этом фильме, это саундтрек Он и получил премию на «Оскаре» Они еще пели ее вместе Они и пели ее вместе Но это было вырезано с премии, когда трансляция была А, не знаю, я премию с вами смотрел Да, я смотрела И он мне показался каким-то без каких-то вот нудным, что ли Не было каких-то там развития, событий Вот так, знаешь, вот она вот плавно Вот вдруг не пела, он ей предложил Она там песенки свои писала Он ей предложил, она запела И вдруг она стала там популярной певицей И он там уже чуть-чуть у него крыша слегка поехала Ну, где-то я с тобой соглашусь, да Но мне фильм понравился В конце он вообще повесился Нет, я не могу сказать, что он мне вообще не понравился Ну, я почему-то ожидала больше Кто не видел спойлеры, я сказал, что в конце повесился Да Вот, сори, этот Ну, ладно, оставим этот фильм Какой фильм на тебя прям вот впечатление хорошее произвел? Я не знаю, это, наверное, очень старый фильм Но который действительно произвел на меня впечатление Я всегда, каждый раз, когда я его смотрю, я все равно плачу Это «Зеленая миля» Ты смотрела этот фильм? Да Потому что, блин, мне так жалко его Ну, за что? Такой хороший, доброй души человек пострадал Ну, это, наверное, фильм о той несправедливости, которая чаще всего Надо пересмотреть Я его в последний раз смотрел лет 10 назад Надо будет посмотреть еще раз Вообще, каждые 5 лет нужно пересматривать фильмы Ты всегда, у тебя какие-то новые впечатления? Ну, не всегда интересно Бывают такие фильмы, которые вот на один раз действительно Ну, да Я не знаю, как они это сделали Но вот фильм «Титаник» Ты смотришь каждый раз как будто первый Серьезно? Ну, я не знаю, у многих так, не только у меня Это всегда интересно Мне «Титаник» никогда не нравился Я не знаю, почему Он не цеплял меня Ну, не нравится Да, масштаб, все Ну, ты не девочка, поэтому тебе не нравится А вообще, я не могу сказать то, что мне вот Прямо из последнего прям «Вау, так понравилось» Я не могу вспомнить Я не могу сейчас вспомнить действительно Вот что из Я просто так часто, я каждый день смотрю по новому фильму Я и сериалы смотрю Я люблю, если жанров выбирать, то триллеры Триллеры, фантастика, ужасы Нет, ужасы в последнее время я смотрю редко Ужасы тоже не смотрю В основном фантастика у меня почему-то Ужасов и нет уже В нормальных нет всяких, астралы Вот, я вспомнила Что? Я ходила недавно, но я не помню, как он называется, слава Богу Ходила недавно на российский ужастик Как называется? Я не помню, вот реально Что-то там Нет, не помню Ну, это было нечто Это было вот просто Простите меня, весь российский кинематограф Но ужастики, это вот как индейский ужастик Это ваше честное слово Ну, это так комично Смотрелось Не то, что комично Сняли, вроде бы постарались Вроде было неплохо Но никакой сюжетной линии Не умеют у нас снимать кино Недавно я был на кастинге Не все кино, не будем обобщать Да, почти все Почему? Ну, потому что у нас бюджеты воруются, которые выделяют фонды кино Ты говоришь о российских фильмах? Да, российских А если говорить о попытках снять в Дагестане Вот недавно был имам Шамиль Я на него не ходил Но многим он не понравился Я не знаю почему Вот В следующий раз, если я схожу Я скажу свое мнение Как произвело на меня впечатление или нет А сейчас собирается снимать Мой хороший знакомый Ислам Ханипаев В том же фильме Я был на кастинге Смотрел Ну, из того, что я увидел Это было тоже Ну, вот из того Увиденного Увиденного Но не в плане того, как Ислам работал А людей, которые приходили на этот кастинг Ну, полные нулей Там был один парень более-менее такой Все, я не знаю Вот как ты считаешь Когда человек понимает Вот реально Что у него нет никаких Никогда Никаких актерских данных Никогда Каждый человек считает, что он может Вот реально Все, кто приходили Ну, почему, если он может Почему, когда он приходит на кастинг Он как В ступор какой-то впадает И Они не впадали в ступор Между прочим А что? Да? Да Вот что мне понравилось Это просто была наглая обездальщина Что мне понравилось Они были все парни открыты Ну, молодые Все открытые Такие, все Но каждый из них считал, что он что-то может Они приходили И так все раскованно Но в итоге Как вот Актерского мастерства Ну, вообще никакого Вот их Знаешь, что говорил Ислам? Стихотворение Пушкина Лукоморье дуб зеленый Золотая цепь над дубитом И днем и ночью Код ученый Все ходит по цепи кругом Вот циклично Повторяешь эти строки И выдаешь какие-то эмоции Злость Там Признание в любви Там Ярость и так далее Ну, какие-то такие вещи И почти Вот скажи мне В этом стихотворении Покажи мне Какое-то Сожаление Разочарование Это кастик Что на меня сейчас Ванна перешел Мало ли Вдруг тебя возьмут Вот попробуй На роль парня Нет Нет, я все, конечно, могу На такой степени Ну, попробуй Я просто хочу посмотреть Что? Какая-то актриса Вот Давай я тебе называю эмоцию Давай Вот такая, например Ты нечестная Меня к такому жизни готовила Я тебя пригласил на подкаст Не на интервью Окей Мы просто общаемся И Сожаление Давай сожалению Сейчас Соберись У лукоморья Дуб зеленый Золотая цепь На дубе том И днем И ночью Кот ученый Все ходит По тебе кругом А дальше Я не помню Стихотворение Если честно Смотри Честно Скажу Троечка Ну, троечка тоже хорошо Но Эта троечка Она очень твердая В отличие от Просто так Единицы Которые Ну, я не готовилась Да Так я особо не готовилась Но Но ты хотя бы Какие-то паузы Выдерживала Что-что-то делала Я прям не увидел Сожаление на твоем лице Ну, простите Да Видимо, ты думала О чем-то не о том Не о лукоморе Не о том Видимо, ты думала Не о том Зачем я согласилась Сюда прийти Вот если бы ты думала Об этом То Вот тогда Все бы получилось Вот А они Они это делали так Без интонации Без пауз Без ничего Сожаление Лукоморья Дуб зеленый Золотая цепь на дубе И том И днем И ночью Кот ученый Все ходит По цепи Кругом Вот Вот вся эмоция Вот вроде Я жалею Все Я было Отпустил И говорится Вот они Вот такой уровень Актерского Мастерства Я согласен Я согласен Эти люди С улицы Какие-то Они Просто Ну а что Была не была Попробуй Ну а ты считаешь Вот Для того Чтобы стать Быть Каким-то Ведущим Актером Этому действительно Нужно учиться Или иногда Это может быть Каким-то Природным Если нет В природе Ничего не заложено То учиться Мне кажется Бесполезно Да Ты научишься Будешь таким Середничком Таким Сериальным Каким-то Актером Не главных ролей А там Каких-нибудь Второстепенных Можно Можно И так Если тебя это устраивает Но если ты хочешь Прям Вот смотрите Смотри Как бы ты И смотрите Мои Подписчики Она смотрит И Аким Смотри Тоже А Аким А вы знают Что у нас здесь Аким Они знают Есть операторы Которые периодически Что-то за кадром Говорит Что я хотел сказать Е-мое Смотри На что А По поводу целей Да Спасибо По поводу целей Я например Не согласен На 100 тысяч Подписчиков Или там Вот мне как-то Мы с Акимом Говорили Он говорит Ну есть люди У которых там По 50 тысяч Подписчиков И они живут В Ютубе Нормально Все их устраивает Меня это не устраивает Мне или все Или ничего Я хочу Миллион Это минимум Миллион Это минимум Я хочу Миллион Подписчиков Понимаете Мы тут по мелочам Не размениваемся Да Поэтому А есть люди Которых Устраивает Устраивает Раз в неделю Раз в неделю Я начинаю Монтировать Я может быть Я не узнала Я не узнала Вы наверное Вы А если вы не смотрите Ничего Бог с вами Вот такие вещи Она говорит И она Говорила о том Что Ну я не дали О том Что она много лет Работала уборщицей А где-то Я вот под этим роликом Читала статью Тоже Там небольшая То что Эта актриса Очень Около 20 лет Уже Снимается В фильмах И Был такой период Когда ей Недостаточно Было этого Заработка Но она Даже Начала Работать Уборщицей Но она Не бросала Эту Актерскую Профессию В общем Ты хочешь сказать Упорство До Оскара Доведет Я считаю Что Нужно быть И упорным И при этом Тебя должна вести Сколько Таких людей Которые Не только В этой сфере А в любой Работе У них Уйма Упорства Они Трудолюбивые 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 Но Все равно Не получили То что хотели Да Это же Действительно так Об этом Говорить можно Долго Это такая тема Значит я люблю На такие темы Поговорить Но у нас Уже Подкаст Подходит к концу Выметайся отсюда Но Друзья В прошлом Своем подкасте Гость мой Не принес Ничего Потому что Потому что Я его просто А что Можно было Не приносить Нет Нельзя было Потому что Я его не предупредил Заранее Как предупредил Тебя У нас Что Что у нас Сегодня Так Я сегодня Разыгрываю Отрываю от сердца Просто Такие красивые Серожки Ага Сколько им лет? Ну не лет Они новые? Ну практически Я пару раз Одевала их на мероприятии Вот Они Я не разбираюсь в моде Они прямо сейчас Модные такие Модные Вот стоит за них Побороться Стоят Да Тем более Они мои Ага Я шучу Шучу Не переживайте А поборемся Мы Каким образом? Каким образом? Вы Дорогие друзья Должны угадать Что я люблю Покушать Да Какое У нее самое любимое блюдо Покушать я люблю Какое у нее Самое любимое блюдо Пишем в комментариях Под этим видео И Первый Кто угадает Получит Вот эти Замечательные Серожки Это Непростое блюдо Но я думаю Догадаться можно Так что Друзья Вам есть Вам есть За что бороться Если парень То может для своей Подруги Подруги Сестры Мамы Вот Все новое В упаковке Называется Как это? Нет Это не имеет Ничего общего С этими сережками А да Коробка другая Хуп Ладно Не будем делать рекламу Я не знаю Что это такое Может это плохое слово Друзья мои Это был странный подкаст Я не знаю Насколько он был странным Сегодня Но вообще Мы все странные люди Поэтому я думаю Он был на самом деле Странным Просто не обращайте внимания Да Посмотрели Забудьте про это Только самое главное Не забывайте поставить лайк Подписаться Написать комментарии Ну и Поборемся немного за это Это же интересно Отправим В любую точку мира Всем пока Всем пока Друзья Пока Все Да Да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok